друзья всем привет в киеве поздняя ночь ну как поздняя пол первого ночи но многие не спят потому что сегодня я думаю произошло такое историческое решение которое принял зеленский который утвердил рнб на своем заседании это блокировка канала медведчука и персональные санкции против его соратника козака или козака не знаю как правильно и несомненно это решение будет иметь далеко идущие последствия потому что очевидно что она приведет к очень серьезному витку политической напряженности в украине потому что медведчук сейчас ее позже будут играть все на повышение ставок будут пытаться мобилизировать там свой электорат за медведчука наверняка вступится россия и ну зеленский я не знаю насколько он осознает что сделал он пришел такой своеобразный рубикон поскольку ну в общем то отыграть ситуацию назад не получится ли он подписывается по сути под однозначную смычку с американцами и дальше нужно будет уже жать на педаль газа до конца потому что петлять уже не получится поскольку очевидно что эта ситуация повлечет за собой обострение ситуации напряженности по донбассу более того мы видели что обе стороны они совершали действия которые показывали недовольство минском то есть с одной стороны на донбассе и мы видели как на оккупированной территории на оккупированных территориях в ордло на днях провели большой хурал в котором участвовали там всякие пропагандоны и там шла речь о том чтобы объединить лнр и днр ну короче такую куцую обгрызанную на воросе и но многие обратили внимание не в украине на эту ситуацию потому что понятно что там идет ожесточенная борьба между гру и фсб за контроль над ордло поскольку это огромные потоки это огромные возможности которые дает там нелегальный статус региона в том числе и контрабанда там с украиной короче говоря это обогащение это влияние это бабло и вот групп толкнула эту тему с этим хуралом в донецке которые провели это было знаково поскольку в общем то с одной стороны она вроде не имеет никаких долговременных последствий потому что кремль отмалчивался по этому поводу но с другой стороны понятно что структуры российского государства плотно этим процессом занимаются так вот недовольство минском она находила свое отражение и в рамках пустых переговоров ткг о чем сегодня казанский денис писал и и в заявлении зеленского в интервью каналу точнее не каналу а площадке hbo коммуникационно-медийной я это интервью там пухи в прах расклевал но вот тот момент который касался донбасса как а как раз когда он говорит о том что необходимо пересмотреть минск он очень интересен потому что ну по сути зеленский признал что про никакого прогресса нет ситуация подвисла русские срывают значит принятие компромиссных решений и поэтому он говорил о том что нужно пригласить штата нужно пригласить байдена в минск и в общем то понятно что это не реалистично в рамках существующей конструкции а в рамках расширенной конструкции россиянам это нафиг не нужно но в случае если начинается обострение ситуации то в общем то начинается игра по-другому потому что украина получает возможность признать открыто что минск не выполняется и русские его по сути развалили и дальше более плотно призематься штатам потому что ну зеленского по сути не остаются никаких вариантов для маневра поскольку понятно что россияне сейчас будут всячески поддерживать медведчука а для медведчука эта ситуация попытаться по объединить под своими знаменами там условно говоря все пророссийские силы мы видим там как шари сейчас надрывается по поводу закрытых этих каналов которые кстати я думаю вполне могут открыть уже в недалеком будущем потому что там юридические процедуры в общем то традиционно у нас не очень соблюдаются и я вот совещался там с юристами они говорят что в принципе там можно найти зацепки которые позволят отменить это решение рнбо поэтому вполне возможно что канала эти опять включат но опять-таки сделал зеленский уже четко обозначил этот шаг на конфликт и дальше нужно что-то как говорится решать и дальше нужно будет решать в том числе и со своим окружением которые там есть у него в п например тот же самый татаров потому что возникает вопрос на что будет а татаров сейчас как на это все отреагирует и зная кем был татаров и зная его позицию ну вообще-то будет странно если зеленский сейчас будет проводить такую политику а татаровые и прочие ребята такого плана будут дальше сидеть там где-то в п то есть понимаете зеленскому сейчас придется в условиях этого конфликта существенно перетрусить свое окружение и решить вопрос ну и решить вопрос связанный с усилением эффективности своей команды в условиях открытого конфликта с медведчуком потому что ну если он пойдет там назад начнет замеряться то в общем то все увидят что он слаб а тут зеленский сыграл где-то такую же приблизительно партию как это было с развалом господи не с развалом а с распуском парламента сразу после его победы на президентских выборах то есть такие неожиданные шаги они ломают сложившийся баланс и вот били зеленский в такие моменты чувствует себя на коне то есть он он фару формирует новую ситуацию в этом плане нужно ему отдать должное потому что несмотря на то что яду я просто уверен что он до конца вообще не понимает какие процесс он запустил и что эти процессы могут прямо привести к его падению и он закончит так как закончил голобородька в первом или во втором сезоне когда он потерял власть и вот здесь может быть точно такой же потому что это запуск новой волны общественно-политического кризиса экономического кризиса перевод его в более жесткую плоскость и у зеленского не так много ресурсов для маневра не так много ресурсов для того чтобы чувствовать себя в устойчивой позиции вот но что еще интересно вот головоломка такая как бы вот складывается что вот эта ситуация с моторсичью до которую о которой мы говорили раньше там неоднократно она как раз попадает в логику сближения сейчас более тесно сближения с американцами потому что в условиях и когда русские сегодня посадили уже уже вчера посадили навального и весь запад там начинает критиковать путина за этот шаг было заявление макрона в твиттере где он в общем-то требует выпустить навального я думаю что завтра все пресс-службы там президентов канцлеров премьер-министров европы и будет я думаю соответствующее заявление госдепа они все разрыв было разрезаться вот такими заявлениями связанными с навальными и вот в этой логике такой удар он ну мне кажется все таки него продумывали то есть они думали что можно будет пойти на такой шаг на такое обострение именно в момент связанные с навальным когда у запада будет резко негативный публичная позиция относительно этого действа так вот вот в этой ситуации такой шаг он был как бы такую выглядит как солидарные западом да и подача по мотор сечи в пользу американцев опять-таки показывает что зеленский его команда вот сейчас играть такую глуэй байден смотри мы свои вы там не хотели с нами разговаривать посмотрите то есть мысль возникла ситуация на которую вы не можете реагировать и любые действия со стороны русских относительно украины в контексте того что сейчас идут протесты по навальному там по его посадке они будут как раз рассматриваться в логике ухудшения дальнейшего углубляющихся кризиса отношений между россией и западом и поэтому в этом плане возможность ближе прижаться к американцам ну она как мне кажется вполне появляется опять-таки если дальше не захромает реализация и не произойдет то что всегда происходило когда замыслы были грандиозные последствия были ничтожные вот поэтому ну мы накануне большого шухера этот шухер может иметь очень серьезные международные последствия поскольку ситуация на востоке может начать качаться и наверняка может и стрельба начаться все что угодно вот но в общем то конечно тяжело прогнозировать там выход расцветия событий однозначно это для зеленского рубикон который определит вообще достигнет до конца и в общем то как будет вообще разрешаться кризис в украине поэтому я вас всех поздравляю в общем-то по крайней мере у нас будут в ближайшие дни и возможно месяцы очень и очень не скучными и мы забудем многие проблемы которые казались нам очень важными но трудности нас никогда не пугали поэтому достаем и шабли братья в парет на мины традиционно как всегда ржемся в бой пока